Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в перво в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Вышла тонкая копия. У него на голове как труба сверху одета. Да уравнишь плечей. Хорошо. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий. Абсолютно. Берем Александра в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Александра поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Александра. Интересуемся, готов ли он к проверке, доверить ли нам свое биополе наперед. Сеанс. Он ничего не видит в этой трубе. Руки вперед выставляет. Хорошо. Я даю команду скэнеру. Скэнер сейчас сканирует Александра и отключает полностью эту подключку трубу. Все сопутствующие чипы-датчики, импланты, конвекторы. Все это выходит и отправляется в клетку-тюрьму. Скэнер приступает к работе. Он снимает. Оно как чипами подключено на уровне ключицы, грудь, спина в этой же части. Готово. Клетки трубы. Хорошо. Александр, мы спрашиваем Ваше разрешение на проверку. Глаза руками вытирает, что-то скидывает, как слезы, как снег. Разрешает. Хорошо. Я даю команду. Значит, скэнер сканирует пространство над головой Александра под ногами. 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Александра. Находит все. Без цукоп. Без девятый. Дракон и гуманоид. Дракон. Какой? Синий. Считай цифру дракона над головой. 1456. И гуманоид. Откуда гуманоид? Орион. Орион. Хорошо. Орион. Кто? Кому принадлежит эта труба? Гуманоид. На каком основании ты ее установила? У тебя есть контракт? Он как-то говорит, как робот. Контракта нету. О, отлично. Хорошо. Ставим маячок зелено-красный. Если это робот зеленый. Если это робот красный. Если органически зеленый. Один, два, три. Какого цвета маячок? Зеленый. Просто на нем как шлем или что-то такое. Он управляет этой трубой из него. Снимая с него этот шлем, отправляется в соседнюю клетку. Управитель трубы. Как скафандер. Хорошо. Шлем вышел? Да. Отлично. Итак, гуманоид. Контракта у тебя нет? А зачем мне с ним контракт? Он и так все энергии отдает. Будем разбираться. Сколько ты находишься в этом биополе? Четыре месяца. Четыре месяца. Хорошо. Больше четырех. Между четыре и пять. Хорошо. Переходим сразу к чистке, к реверсу энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы. Я докомандую тонкой копией Александра спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогены низкоабрационной энергии в его биополе. Один, два, три. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я докомандую тонкой копией произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мысли, форм, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Александру. Энергию страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Итак, Синий Дракон, сколько ты находишься в этом биополе? 7 месяцев. На что ты зашел? На энергии. То есть не на какой-то всплеск энергии, а на что? Просто увидел и захотел и зашел? На незащищенной энергии. Он в квартире находится также. Собирает энергии, плат. Квартиру мы сегодня чистим. Мы сегодня чистим квартиру, поэтому, Дракон, сегодня мы с тобой будем еще долго работать. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? Год. Не понял. Ты что, сразу после чистки зашел или как? Он ничего не знает. Тебя приглашал кто-то? Ну, он меня приглашал. Он тебя приглашал. Хорошо. Бес, сколько ты находишься в этом биополе? Девятый? 8 месяцев. 8 месяцев после инкуба. На что ты зашел? После суккуба. На что ты зашел, а не после кого ты зашел? Ты сказал инкуб, я сказал. Я поправил суккуб. Зашел на депрессию. Депрессия. Откуда эта депрессия взялась, скажи-ка мне? Не влияние или это чье-то? Или это его лично? Откуда депрессия взялся? Мы влияем. Он подстраивается под нас. Хорошо. Кто из вас был ответственен за депрессию? Все. Страх был ответственен, которому он поддается. Понятно. Мы усиливаем. Вы видите в нем слабое место. Это его страх. А чего он боится, скажите мне? Себя. Он не принимает решения. А кто принимает решения? Они хранятся у него внутри. Хорошо. Но человек же не может вообще не принимать каких-то решений. Может быть он какие-то важные решения, судьбоносные решения. Об этом речь. Я должен понять, о чем идет речь. Он бежит от ответственности или что это? Или это страх от темноты? Или что это такое? Ну, он пытается сформулировать. Пусть покажет. Ставим монитор. Ну, они показывают Александра и глубину его. У него где-то внутри, в глубине он прячет что-то, что он должен сделать. Это называется бежать от... Он сам от себя прячет. Бежать от ответственности? От принятия этого решения, которое должно быть принято. Я это правильно понимаю, да? Ну, бест танцует. Видимо, это да. Хорошо, бест. Скажи мне, есть лярвы в его биополе за этот год? Что-то образовалось? Какие-то есть затемнения? Ну, на глаза почему-то показывают. У него к этой конструкции идет вот эта слизь, как... Значит, там темнота там есть, да? В глазах у него. Ну, он был типа атакован. Но самый большой удар пришелся туда. Да. И от этого у него голова как густая. Он не может принимать решения. У него только низкие вибрации остались. То есть высокие у него все в трубу ушло. Значит, это гуманоид у нас сегодня такой? Так отличился, да, гуманоид? Ты можешь оправдать как-то такое массивное воздействие? Ну, говорит, это он. Это он. Гуманоид, да? Угу. Ну, хорошо, отлично гуманоид. Ты, наверное, считаешь себя сверх расы, непобедимым. Берешь слабых. Я забирал открытые энергии. Хорошо, я тебя заберу тоже сегодня открытые энергии. В моих руках появляется живая плазма. Один, два, три. Вот. Открытые твои энергии. Я у тебя их сегодня заберу. Ты этот шар, я тебе его в рот засуну сегодня. И отправлю на твою чистоту. И посмотрим, что долетит от тебя. Нельзя этого делать. Мои энергии защищены. Да, вот я их и уничтожу. Моими. Ты не сможешь. Моим внутренним балансом. Живую плазму ты ничем не сможешь перекрыть. Там твое ДНК, гуманоид. Посмотри, просканируй внимательно. Ни одна твоя защита не выстоит. И вот с этой позиции мы с тобой сегодня будем разговаривать и вести долгий разговор. Как у нас с реверсом, Вера? Убираешь шар, входит в меня. Мы устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Александр забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает. Александр себе обратно, он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. До ста процентов все возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. Ну, слово идет в мозги от этой трубы. Как будто ему возвращается какое-то спокойствие, где он может принимать эти решения. И у материала что-нибудь есть? Посмотри. Ну, я говорю мозги, они так и похожи, как будто они возвращаются к нему своим. Откуда они идут? И уверенностью. Мы притянули, от трубы это идет. Хорошо, значит, все было пока в трубе. Считаем форматы, сколько труба забирала энергии. Ста процентов. Пошло число. Она забирала верхние три чакры. В процентах. 80 максимум. 80 процентов. Отлично. Хорошо. Сегодня будем проверять, как труба работает на гуманоиде с ориона. Ревш закончился. Отлично. Тогда начинаем сейчас с суккуба. Суккуб, выходи. Отключайся, вытаскивай все полностью, все свои ленточки, все свои подключки. Возвращайся назад и докладывай мне о готовности к проверке. Приступай. Она мороки связала. Кто? Суккуб? Да. В запястьях. Суккуб, а объяснишь? Зачем? Бантики видел, но завязанные руки за спиной не видел. Нет, он агрессивный. Не за спиной, он впереди связал. На запястьях. Кто агрессивный? Не сейчас агрессивный, а агрессивный по отношению к Александру был. Ты имеешь ввиду? Он бил его прилеткой. Вот. Суккуб. По всему телу у него остались раны от этого. Да ты что, суккуб. А чем такое внимание можно объяснить? Слушаться должен. А что, он такой слабый, что не может суккубу противостоять? Суккуб же не на каждую чистоту, не на каждые эротические фантазии приходит. Правильно я понимаю, суккуб? Должен быть какой-то конкретный запрос. От него воняет страхом. Страх. Опять-таки вернулись к страху. Хорошо. Он снялся. Отлично. Хорошо. Идем дальше. Дракон синий, выходи. Вытаскивай все свои платы. Отключайся полностью. Возвращайся. Докладывай готовности к проверке. Приступай. Сердечная чакра сняла. Хорошо. Я даю команду скэнеру. Скэнер сканирует. Александра сейчас на наличие остаточных подключек на 4 гуманоида и этой трубы. 1, 2, 3. Все энергии сопутствующие, если остались датчики, все это выходит и формируется в шар. У него мыслеформы остались. Мыслеформы остались, да? Да. Фантомные, они вышли. Открывай и поднимем портал в галактическое ядро. И это все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Бес, выходи. Отключайся. И на месте доложи мне то, что ты все снял. Ты хочешь эту темноту забрать, которая там присутствует, бес? Он хочет. Хорошо, сними сначала то, что ты оставил. И объясни, как оно действовало. То, что к тебе все стекало, это понятно. Как ты на него лично воздействовал? Утяжелял. Дай мне пример. Какая ситуация, где ты утяжелял? Это какой-то бытовой конфликт, это какая-то вспыльчивость. Утяжелял в ногах. У него там коковы. Гири. Он их сейчас снимает. И Александр передвигает ноги. Я не могу сказать, что их поднимает. Он их передвигает. Да. Одну за другой. Медленно. Все снял. Хорошо, бес. Разрешаю тебе забрать эти затемнения, которые находятся в его глазах. Приступай. Еще где-нибудь есть затемнения, Вера? Посмотри. Да, у него на спине, по плечам. И на спине, и на плечах, и на шее тоже забирай. Бес. Серый. Готов. Хорошо. Тебя интересует эмоциональный фантом? Куда? Хорошо. Тогда я тебе его отдам после того, как мы закончим нашу работу. Я даю команду Александру на рассинхронизацию с гуманоидом. Сошла рассинхронизация до 100%. С него как пелена какая-то уходит. И он говорит, что наконец-то дышать спокойно могу. Как вы это могли допустить вообще-то так глубоко это все? Александра, я вот не понимаю. Очень влияла на него эта труба. Ну хорошо. Она стоит всего 4 месяца. А до этого был суккуб, был бес и был дракон синий. Они раньше пришли. Труба уже поставила действительно трубу. Синхронизация закончена. Отлично. Хорошо. Включаем внутренний белосвет Александру. Этим светом выдавливает из себя все негативные патогены низкоэберационные. Остаточная энергия на частотах интерферентов. 1, 2, 3. Все негативные патогены низкоэберационные выходят и формируются в шар. Готово. Открывая под шаром портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Суккуб не все снял. Суккуб обманул. Забыл. Суккуб получает удар. 100 тысяч герц удар. Суккуб, я сейчас открою портал в галактическое ядро, и ты уйдешь на переработку. Здесь даже без разговоров. Даже команду. Я сейчас подниму удар до 50, до полумиллиона герц. То, что забыл Суккуб, выходит из биополя Александра. 1, 2, 3. Зависает перед Александром. Готово. Открывая портал в галактическое ядро, и эта подключка выходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Суккуб, ты понял сейчас или нет? Или мне повторить? Он понял. Включаю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Он со мной играться собрался. Я тебе объясню, как это работает здесь. Чисто. Отлично. Хорошо, подхожу к Александру, помогая моей энергией сделать импульс. Ему высокое аббрационное шоковое удара. И отсечет себя все каналы к интерферентам и их подключкам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает все каналы. Готово. Выходит эмоциональный фантом Александра и проецирует все негативные программы, негативные мысли формы, а также все низкие аббрационные эмоциональные энергии, сгенерированное, проецируется на его эмоциональном фантоме. Вышел в фантом. Вы готовы расстаться, Александр, с этим фантом? Да, готов. Отлично, сворачиваю это в шар. Бес забираешь? Да. Отправляю бесу. Скажи, из этих всех энергий, какая самая вкусная для тебя? Все вкусные. Хорошо. Забрал? Да. Готово уходить? Готово. Хорошо, еще раз спрашивай, кроме дракона еще кто-то есть в квартире? Да. Бесы есть. Бес есть? Да. Значит, бес есть. Хорошо, бес. У тебя там один в квартире или еще кто-то есть? Черт есть? Черт есть. Понятно, он, значит, тогда. Хорошо, я тебя сейчас тогда отпускаю в квартиру. После этого, как все уберем оттуда, я буду еще собирать негатив. Тебя оно интересует? Ну как же. Ну, знаешь, будешь тогда помогать мне. Хорошо, открывается два портала в квартиру. Александра, один, два, три. Бес уходит в один портал, а дракон уходит в другой портал. Закрывай, опечатывай оба портала. Готово. Суккуб готов уходить? Да. Открывается внизу портала против часовой стрелки на чистоте суккуба. Один, два, три. Суккуб уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Ли, я прошу тебя выйти на связь. Слушаю. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Орион, 4 месяца, труба, откат энергии до 80%, массивнейшее воздействие. Бывает. Бывает. С трубой все вернули? Все забрали. Мы заберем гуманоида и скафандр, трубу уничтожить. Хорошо. Под трубой, открывая портал галактическое ядро, труба уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ждем. Готово. Хорошо, отлично. Клетка пустая сейчас? Клетка пустая, но канал это отстегнул, команды не было, сбросить. Открывая портал в галактическое ядро и канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, мы закончили, Александр. Год после вашей чистки вы собрали всех сущностей. Вам было все сильно сказано, на что они зашли. Я думаю, вам стоит как-то немножко в себе разобраться, я бы рекомендовал обратить внимание на этот страх, который вас как-то преследует, потому что это притягивает всех. Вы не заправляетесь энергиями, вы не скидываете негативные вибрации каждый день. То, что мы вам давали в этом сеансе, при вашей чистке, поэтому сейчас я вас отпускаю чистым, но я не знаю, как долго вы продержитесь чистым. Если вы не будете работать над собой, это практически невозможно. Обратите внимание на обучающее видео на нашем канале, там есть и заправка энергии, и сброс негатива, было бы желание, как говорится. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душан и перейдем сразу к чистке вашего дома. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Александра в систему Биоробот Душан. Забудем, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой из виленки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. Отключаемся от объекта. Квартиру ты видел, и на счет 3 ты стоишь перед входной дверью его квартиры. 1, 2, 3. Ты перед квартирой. Входи в квартиру, и я даю команду останавливаться в одной из комнат. Клетка в комнате, где диван установилась. Хорошо. Здесь арахноид, синий дракон, демон, черт, две воронки. Демон, черт, демон, бес. Да, бес, черт, две воронки. Под воронками открывай портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Синий дракон, ты все собрал? Или еще не собирал? Он собрал, снял свои платы. Хорошо, я хочу получить слово синего дракона, что ты больше никогда не войдешь ни в этот дом, ни в его биополю. Даю слово. Открывай, готов уходить? Готов, он говорит, что если он не будет защищаться, он не зайдет, но зайдет другой. Хорошо, мы это ему передадим, синий дракон. Поэтому я тебя сегодня и не наказывал, потому что у тебя были все основания это сделать. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Синий дракон забирает, все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, арахнует, выходи. Собирай всю свою паутину, потомство, если есть. Отключайся полностью, возвращайся, докладывая готовности. Приступай. В спальне между потолком и шкафом. Потомство хранит. Между потолком и шкафом. Самое, наверное, тихое место в квартире. Ну и паутины по дому разбросат. Везде, да? Много где. Хорошо. Собрал. Готово уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Начатся те арахноида. Один, два, три. И арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Бес, ты все свое собрал или еще не собирал? Все собрал, как договорились. Хорошо. Считай герцовку черта над головой. Четверка. Четверка. Черт, это ты мучил собаку. Как ее можно мучить? Она как лось. Она же значит как лось. Размеры ты имеешь ввиду или как? Мучить. Носочки одеть свои. Ты одел на нее носочки? Он не носочки. Как намордник у него. Он кушал. Хорошо. Даю команду. Наши три. Собака Лео. И вот ее тонкая копия появляется перед нами. Один, два, три. Лео стоит здесь. Да, накидка у него есть. Хорошо. Лео. Привет. Мы пришли тебе помочь. Мешает тебе вот это все, да? Не может сбросить это одеяло. Оно на его месте. На его месте? Там, где он лежит? Да. Хорошо. Хорошо. Даю команду. На счет три. Это одеяло переносите сюда. Да, есть. Открывая под ним портал в галактическое дро. И одеяло уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Включая Лео внутренний белый свет. Один, два, три. И все энергии, черта находящиеся на нем, все чужеродные негативные энергии выходят, формируются в шар перед Лео. Он как чихает. Ничего. Сейчас пройдет. У него потому что в носу намордник был как одет. В этой части. Все это выходит до последнего микрона. Готово. Отлично. Много? Шарик такой. Открывая портал в галактическое дро. Шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И даю команду на счет три. В макушку головы Лео начинает поступать. Необходимо ему количество собачьей энергии. Один, два, три. Энергия пошла по всем каналам. И частоту вибрации поднимаю Лео до комфортного его уровня. Пошел подъем. Он замер как в медитации и получает удовольствие. Ну, конечно. Заслужил. Мы собачкам и кошечкам всегда помогаем. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется. Распределяется. Усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Лео. Как ты себя чувствуешь сейчас? Ничего тебе больше не мешает? Он просто гавкнул. Хорошо, значит. Хорошо. Ты хочешь что-то сказать? Хозяину передать? Может тебе какую-то еду особую хочется? Или какую-то игрушку? Ты можешь... Нет, он гулять любит. Любит гулять. Хорошо, значит. Пусть хозяин больше гуляет с тобой. Ты этого хочешь? Хочет, да. Встречу с другими собаками. Встречу. Вот, отлично. Он общительный очень. Любит общаться. Хорошо, Лео. Я передам хозяину. Он с тобой будет гулять больше, чтобы ты общался с другими собаками. А сейчас буду возвращать тебя назад. Возвращаем назад тонкую копию собаки Лео. Синхронизируется, гармонизируется на всех уровнях в своем биороботе. Готово. Хорошо, черт. Давай, выходи и собирай все, что ты раскидал в этой квартире. Комочки, одеялки, сеточки. Все, что у тебя там валяется. Собирай и ничего не забывай. Приступай. Хорошо. Готово. Хорошо. Готово уходить? Да. Отлично. Открывается внизу портал против часовой стрелки на части. Черта. Один, два, три. И черт забирает все, что он с собой принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Готово. Хорошо. Вера, я тебя плохо слышу. Микрофон отошел. Посмотри. Давай без. Пройдемся по квартире, закроем все порталы. Я начну собирать тебе негатив. Пошли. Показывай порталы. Детская комната. Одна из детских комнат. Здесь окно. Портал. Под окном открывай портал в галактическое ядро. И этот портал уходит на переработку. Вместим фантом портала и все его частицы. Все на переработку. В чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. В этой же комнате? Да. Там на стене какие-то рисунки висят. Они негативные. Они не порталы, но они затемненные. У них низкая вибрационная энергия. Обращаем внимание, Александру, убрать эти рисунки, если там низкая вибрационная энергия, это нехорошо. И открывая под этими рисунками воронку в галактическое ядро, все низкая вибрационная уходит на переработку. Фантомы уходят, частицы уходят, все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Идем дальше. В этой же комнате, в шкафу зеркало, оно волнуется. Это что, детская комната такая? Да. Ничего себе, бедный ребенок. Тинейджер. Открывая под этой, под этой... Подадим шкаф, шкаф, зеркало или это зеркало? Это шкаф, но у меня зеркало посередине встроено. Все понял. Открывая под шкафом воронку в галактическое ядро, засасывается тогда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Идем дальше. Пол в туалете. По всему периметру пола в туалете открывается воронка в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Дальше. Дальше комната, где клетка, там за диваном портала. И под диваном, там, где этот портал открывается, воронка в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Еще есть? Готово. Портала нет. Хорошо, возвращаемся все к клетке. И я даю команду на щитри. Есть два шара. Один с космическими, другой с низковибрационными, эмоциональными энергиями, эмоциями, мыслей, чувств. Пошел процесс. Здесь много эмоций. И все разные. Много народа живет с разными эмоциями. Ну, гармония должна быть иначе. Готово, Шарли. Хорошо, под космическим открывай воронку в галактическое ядро, космический уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо, этот забираешь, эмоциональный, Бес? Так я его и жду. Ну, все правильно, как я и обещал. Отправляй Бесу этот шар. Готово. Готово уходить? Готово. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Беса. Один, два, три. Бес забирается, что принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй, стабуганную пентаграмму. Готово. Клетка пустая у нас, да? Пустая. Открывай под ней портал в галактическое ядро. Клетка уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. И я даю команду. Значит, репортал в галактическое ядро. И я даю команду.